Итак, братья и сестры, мы начинаем нашу новую серию «Христос каждой книги Библии». Действительно, как мы слышали, в прошлом году мы смотрели на Ветхий Завет, мы в каждой книге Ветхого Завета видели образ Иисуса Христа. И вот сегодня, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего служения, мы хотим смотреть дальше, мы хотим смотреть на Новый Завет, чтобы в каждой книге Нового Завета увидите Иисуса Христа. И, как и в прошлый раз, мы готовили вот такие закладки, хочу также вам сегодня сказать, вы можете взять на выходе эти закладки, в которых так написано «Христос каждой книги Библии». И здесь каждая книга Нового Завета, и как мы слышали, вот это стихотворение, которое было сочинено вот именно по этим темам, чтобы, слыша эти проповеди, мы смотрели, запоминали и знали, где увидеть Христа, читая Писание, читая Евангелие, читая Новый Завет, чтобы мы видели Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, нету ничего более важного, как вот этот вопрос, о котором мы слышали сегодня, кто для нас Христос, кто Он есть, как мы понимаем Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет говорит о Нем, кто Он есть. И это главная тема Нового Завета, чтобы мы увидели и поняли, кто есть Христос. Я буду читать текст Писания из Послания евреям, 1 глава, 1-3 стиха. Послание евреям, 1 глава, 1-3 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Этот текст говорит о том, что Бог существует. И Бог не только существует, но Он еще и открывает Себя, для того, чтобы мы имели общение с Ним. В одной церкви решили сделать особый упор на евангелизацию. И вот рассуждая о том, как это сделать лучше, чтобы было больше успеха, больше результата, они пришли к такому выводу, что имя Иисус многих людей отвращает. И тогда они сказали, что мы сделаем так, чтобы всякий, приходящий в нашу церковь, сам нашел Бога, сам открыл для себя Бога, может быть, через Иисуса, может быть, через Буду, может быть, еще каким-то другим путем. Когда мы слышим вот это решение, мы понимаем, насколько это неправильно, мы понимаем, насколько смертельным для церкви является такое решение, чтобы предоставить человеку путь самому, как-то открыть себе Бога, убрав Иисуса Христа. Писание показывает, что Христос – это центр всего. Вместо того, чтобы показать на Христа, люди пытаются привлечь людей. И когда мы думаем, что вот такое решение, оно опасно, оно невозможно, оно неправильно, мы должны проверять сегодня себя. Потому что, не говоря прямо вот такими словами, иногда сегодня люди, которые приглашают, мы, христиане, приглашая людей в церковь, мы делаем что-то подобное. Вместо того, чтобы звать людей к вере в Иисуса Христа, к обращению от злых путей, от грехов, люди сегодня часто предлагают людям и говорят, если вы придете в церковь, у вас будет счастливая жизнь. Бог решит ваши проблемы, Бог уберет ваши стрессы, Он решит проблемы в вашем браке. Не происходит ли что-то подобное, когда Иисус Христос убирается и перестает быть центром, а человеку предлагается что-то для Него самого? Для того, чтобы человек вдруг подумал, ну, в принципе, и неплохо прийти в церковь, стать верующим, ведь это что-то добавить в моей жизни, это только плюс будет для моего существования. И в этом великая проблема. Христос есть центр всего. Мы проповедуем Христа. И когда мы говорим об Христе, естественно, Бог помогает нам в нашей жизни. Когда мы принимаем Христа, и в браке происходят изменения, и в жизни, но центр всего является Иисус Христос. И нам очень важно увидеть разницу между вопросом, который задает человек, что может дать мне Христос, и другим вопросом, кто есть Христос. Повинуюсь ли я Ему? Исполняю ли я Его заповеди? В этом большая разница. В 2006 году Национальное географическое общество опубликовало открытие. Они обнаружили, как они говорят, Евангелие от Иуды. И на основании вот этого Евангелия они задали вопрос, да кто же есть Христос? И пытались изменить все христианское понимание о Христе на основании вот этой находки, которую они считали подлинной. На самом деле подложное вовсе то, что и не является Евангелием. Но люди сегодня пытаются вновь проанализировать, переосмыслить и дать новое определение этому ответу, кто есть Иисус Христос. Мы с вами читаем текст Писания. И когда мы прочитали вот этот текст, мы видим, что здесь есть ответ. Священное Писание – это единственный непогрешимый источник, который говорит, кто есть Христос. И нам важно знать ответ на этот вопрос. И нам важно смотреть в Слово Божие, чтобы там находить этот ответ. И так, когда мы прочитали этот текст, первое, что я нахожу здесь – Иисус Христос – это Божие откровение в прошлом. Посмотрите, в первом стихе сказано «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Мы видим в этом тексте, сказано о подготовке к явлению Иисуса Христа. Бог говорил. Сама эта фраза «Бог говорил» очень сильно отличает Бога Священного Писания от всех идолов, которые не говорят. Сказано «Бог говорил», «Бог Веткого Завета обращался к людям». И мы можем узнать о Боге из природы. Мы смотрим на это творение, на этот созданный Богом мир. Мы можем прийти к тому, что Бог существует. И так говорит Писание. Но как мы можем узнать самого Бога до того момента, пока Он не обратится к нам, пока Он не станет разговаривать с нами, мы можем встречать какого-то человека на протяжении половины своей жизни, на автобусной остановке, в офисе, где мы работаем. Мы можем видеть его. Да, Он работает где-то рядом с нами. Но до того момента, пока Он не обратится к нам, и мы не поговорим с Ним, мы не можем сказать, что мы знаем этого человека. Священное Писание говорит, Бог говорил к людям. Бог обращался к людям. И поэтому это единственный путь, когда мы можем узнать о Боге и узнать самого Бога, когда Он начнет говорить к нам. Если бы Бог не обратился через свое слово и не начал бы говорить, и не начал бы открывать себя, мы никогда бы не знали Бога лично. И вот это послание было написано в определенный момент времени. Четыреста лет до этого Бог молчал. Было время пророческого молчания. Но теперь пришел Новый Завет. И в этом тексте сказано, Бог издревле говорил Отцам, то есть в прошлом, в Ветхом Завете, Он говорил Отцам в пророках на протяжении полторы тысячи лет, используя более сорока людей, авторов Писания, Бог говорил, говорил через пророков, чтобы Его Слово было записано. И мы видим, здесь сказано, Он говорил многократно и многообразно. Он говорил через пророков, Он говорил через видения, Он говорил через откровения, Он говорил через историю, когда Бог Сам являлся и совершал свои великие дела в истории. И мы все это вместе называем Ветхий Завет. Это то, каким образом Бог говорил тогда. И мы знаем, что в Ветхом Завете Бог не дал свое откровение сразу. Мы видим, что с самого начала Бог не сказал Адаму все, что он хотел сказать. Бог не сказал Аврааму все, что он хотел сказать. Это было постепенное откровение Божие. на протяжении всего периода Ветхого Завета, когда Бог создавал историю, когда Он давал законы, когда Он давал поэзию, когда Он давал пророчества. И это все было подготовкой для пришествия Мессии, для пришествия Иисуса Христа. И поэтому Ветхий Завет, он ясно показывает, кто есть Бог. Он показывает, кто есть человек. Ветхий Завет показывает, что есть грех и дает обетование спасения нашего и указывает на будущее пришествия Спасителя, который должен принести освобождение от греха. И поэтому на протяжении всего периода в прошлом году мы смотрели на Ветхий Завет, чтобы увидеть Иисуса Христа. И поэтому центральная весть Ветхого Завета – это творение Бога, грехопадение человека и обетование Спасителя. Который избавит человека от греха. И вот теперь мы подошли к Новому Завету. Мы сказали, что первый текст, который мы прочитали, говорит о том, что Христос – это Божие откровение в прошлом. Теперь давайте посмотрим на второй стих. «В последние дни Сии говорил нам в Сыне». Христос – это Божие откровение в настоящем. И посмотрите, здесь сказано «в последние дни говорил нам». Бог говорил отцам в древности, но в последние дни Он говорил нам. Что это за последние дни? Последние дни начинаются с момента пришествия Иисуса Христа. И когда Христос пришел в этот мир, Бог говорит теперь нам через Иисуса Христа. И вот это нам важно увидеть, потому что этот текст говорит об Иисусе Христе, который стал Божьим откровением, когда Он пришел в этот мир. И мы прочитали, здесь сказано, что Бог говорил нам в Сыне. И Иисус Христос назван Сыном Божиим. Мы читаем послание Колосиным в первой главе. Посмотрите, сказано так в 15 стихе. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Христос назван Сыном Божьим. Однажды один из ранних еретиков в раннее время апостольской церкви, которого звали Арий, он сказал, что Бог сотворил Сына, что Сын не существовал до определенного момента, был только Отец. И по Его словам, Сын не равен Отцу. Сегодня эту ересь проповедуют те, кто называет Себя свидетелей Иеговы. Но значит ли эти слова, что Христос является Сыном рожденным, значит ли эти слова, что был момент, когда Сын не существовал? Писание говорит, нет, это вечный Сын. Его вечное рождение указывает на одну природу с Богом, указывает на то, что Он имеет привилегии первородного Сына, имеет авторитет и наследство. Он равен Богу. И мы видим, что Бог через все времена говорил через пророков, и теперь наступил особо важный момент в человеческой истории, когда Сын Божий пришел, и через Него Бог дает откровение о самом Себе. Бог открывает, кто Он есть. И мы видим, что о Христе сказано, что Христос, который пришел на эту землю, Он стал полным откровением Бога. И когда мы читаем об Иисусе Христе, это не просто еще один пророк, как говорят мусульмане, это вовсе не брат Люцифера, как говорят мормоны, это не одно из самых первых творений Божьих, как говорят свидетели Иеговы. Это Бог, который пришел во плоти. Так говорит нам Священное Писание. В нем исполнили все обетования Ветхого Завета. Поэтому Павел говорит во 2 Коринфянам, ибо все обетования Божии в нем, да и в нем аминь. Все, что Ветхий Завет говорил о Спасителе, о Мессии, исполнилось в Иисусе Христе, когда Он пришел на эту землю. И мы видим, что во Христе Бог открыл себя людям. Четыре Евангелия говорят о Его рождении, о Его служении, о Его смерти, о Его воскресении. Книга «Деяния апостолов» говорит о распространении евангельской вести об Иисусе Христе. И все послания говорят о созидании церкви и о значении Иисуса Христа для нас. И книга «Откровения», пророческая книга, она говорит о том, что этот Мессия является царем царей, и Он однажды придет на эту землю, чтобы взять свою церковь и чтобы судить людей, которые не уверуют в Него. Поэтому, когда мы смотрим вот на это слово, в третьем стихе мы находим третий момент. Мы увидели, что Писание говорит, что Христос — это Божие откровение в прошлом, Христос — это Божие откровение в настоящем, и третий стих говорит о значении того, кто же есть Христос. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот на этот каждый из моментов, о котором сказано здесь в третьем стихе. Это полнота Божьего откровения. В этом третьем стихе показано, что Он является тем, кто открывает Бога так, как никто другой не может открыть. Все, что Бог сказал открыть о самом себе, людям, мы находим в Иисусе Христе. Мы смотрим на Христа, и мы видим и понимаем, кто есть Бог. И посмотрите, в этом тексте сказано, даже со второго стиха, Он окончание всего, потому что Он начало всего. О нем так и сказано во втором стихе, что Бог послал Его наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот рассуждая об этом, мы видим, что Христос — Он в центре всего мировоздания. Он в центре всей вселенной. Бог поставил Его в центр. И мы, люди, христиане, должны так Его воспринимать. Если Христос не в центре, мы не поймем Писание. Мы не поймем Ветхий Завет. Мы не поймем Новый Завет. Но когда Христос стоит в центре, тогда и Ветхий, и Новый Завет, они становятся соединены вместе. И мы понимаем, мы можем истолковывать Писание. Мы смотрим на те определения, на те объяснения, которые даны нам здесь о Христе. Первое, сказано, что Он есть наследник. Посмотрите, во втором стихе сказано, Бог поставил Его наследником всего. Он пришел в этот мир. То, что Он имел, Он оставил. Он имел царство, Он имел весь этот мир. Но Он пришел сюда, Он обнищал ради нас. Но Он является наследником. И мы должны понять, весь этот мир сотворен Богом, и Он вручен Иисусу Христу. Он Его получает как наследство. Это значит, что каждый из нас принадлежит Ему. Это значит, что мы, являясь частью Божьего творения, принадлежим Ему. И мы должны понять это. И даже больше нам Бог даровал. Мы читаем послание Римлянам, в 8 главе сказано, что мы становимся детьми Божьими. И потом в 17 стихе сказано, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Христос является наследником всего, но Он дает нам право быть сонаследниками, когда мы верим в Него, и посвящаем Ему свою жизнь. Второе, что мы находим, Христос является Творцом. Посмотрите, сказано, через Которого и веки сотворил. Послание Колосиным сказано, им создано все, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, оно все им и для Него создано. Когда свидетели Иеговы будут беседовать с вами, когда они откроют послание Колосиным и скажут, что посмотрите, здесь сказано о том, что Бог сотворил Христа, покажите им именно этот текст. Им создано все, Христом создано все, Он является Творец, Он не может быть Творением, потому что Он Творец, и Он Создатель, и Он Бог. Третье, что мы находим в третьем стихе, сей, будучи сияние славы Божьей, Он является посланным светом в этот мир. Он как этот луч солнца, который освещает эту землю, и который дает нам понимание того, кто есть Бог. Он как луч солнца, который, достигая землю, согревает эту землю, дает свет этой земле. Вот так и этот луч Божьего сияния, Он согревает наше сердце, Он дает нам откровение, Он дает нам познание того, кто есть Бог. В книге Малахи сказано, что Бог однажды откроется, как солнце правды. И вот Христос открывает нам Бога. Ученые говорят, что скорость света – это один миллиард километров в секунду. Ученые не понимают эту огромную скорость света. Но они говорят, что если бы каким-то образом человек стал способен перемещаться со скоростью света, понятие времени стало бы отсутствовать. Если кто-то летит со скоростью света, времени уже нет. И тогда, когда мы думаем о том, что ученые не могут объяснить сегодня, Христос является сиянием славы Божьей. И когда в вечности мы увидим Христа, и мы поймем это сияние славы, время станет отсутствовать, потому что мы войдем в вечность. Мы войдем в познание Христа. Мы войдем в познание славы Божьей. И перед нами откроется вечность. Павел пишет во втором Коринфянам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Вот что происходит в нашей жизни, когда приходит Христос. Четвертое, что мы находим, он образ ипостаси. Написано здесь, что он является образом ипостаси. Слово «образ», которое используется здесь, в греческом языке использовалось, когда ставилась печать, когда печать обмакивалась в краску и наносилась на пергамент. И вот это изображение было точной копией того, что выгравлено на печати. Христос является образом ипостаси, то есть точным отражением природы Бога. Это сложное слово. Здесь богословия много, но мы должны понимать, когда здесь сказано, он является образом ипостаси, это слово говорит, он есть Бог. Он является обладающим природой Бога. Описание говорит, есть только один Бог. И в этом наше понимание троицы. Мы верим в одного Бога, который открывается в трех лицах. И Христос открывает нам этого Бога. Он показывает нам истину о троице. И мы должны в это веровать. Пятое, посмотрите, здесь сказано, он есть держатель всего. Мы читаем, «И держа все словом силы своей». Христос не только сотворил Вселенную, Он держит ее в своих руках. Если бы не Христос, вся Вселенная давно бы рассыпалась. Ничего бы не было на месте. Сегодня ученые пытаются вникнуть в тайну тех сил, которые держат Вселенную. Сила гравитации, сила притяжения, сила соединения и энергии. И люди не могут понять. Физики пытаются понять, что соединяет атомы сегодня. Какая сила держит эти атомы вместе. Ученые дошли до того, что самые меньшие частицы атома — это кварки. Но они не могут понять, почему эти кварки соединены вместе. И ученые сегодня назвали эту силу сильное ядерное взаимодействие. Они говорят, есть какая-то сила, которая соединяет эти кварки, а потом атомы, а потом все остальное. Но они не понимают, что это за сила. Писание говорит, Христос держит все силой Слова Своего. Он сотворил эту Вселенную, и Он держит ее вместе. И если бы не Слово Христа, все бы рассыпалось сразу. Все бы пришло в хаос. Мы видим в этом тексте сказано, Он держит все. Если бы наша планета Земля была немного ближе к Солнцу, все бы сгорело. Если бы она была немножко дальше от Солнца, все бы покрылось снегом, и все бы замерзло. Если бы наша Земля не имела именно такой наклон своей оси, который у нее есть сегодня, у нас бы не было четверых сезонов, которые приходят одно за другим. Если бы Луна была немножко ближе к Земле, два раза в сутки были бы такие приливы, которые бы покрывали всю поверхность Земли. Христос Своим Словом держит сотворенную Вселенную. И работают все законы, и все существует. Христос держит ее на руках. Ученые говорят, что наша планета весит 6 секстиллионов тонн. Это число 6 и 21 ноль. Христос держит Словом силы Своей. Но Он держит не только нашу планету. Он держит всю Вселенную. Он держит все в своих руках, чтобы все существовало и действовало. И если Христос может соединять и удерживать всю Вселенную, Он может держать в балансе наши сердца. Он может держать каждого из нас в своей руке. Он может дать нам мир. Он может дать нам прощение. Он может хранить нас в своей руке, чтобы довести до вечности. И Павел говорит, тот, кто начал у вас доброе дело, будет совершать его даже до дня пришествия Иисуса Христа. Разве это не открывает нам истину о том, кто есть Христос? Шестое, посмотрите, сказано, Он спаситель всех. Он совершил Собою очищение грехов наших. Я поражаюсь этой мысли. Словом Христос создал Вселенную. Словом Христос держит эту Вселенную. Но простить наши грехи Словом Он не мог. Нужна была смерть Его. Нужно было пролитие крови Его. И написано, Собою Он совершил очищение грехов наших. Он стал спасителем нашим. Он исполнил то обетование, которое Бог дал еще в саду Едемском. И Он стал нашим спасителем. И, наконец, последнее, седьмое. Посмотрите, Он Господь сего. Он воссел Одесную престола величия на небесах. И здесь я вижу противоречие земному служению первосвященников. В святом святых, в храме не было стульев. Первосвященник никогда не сидел. Он был занят жертвой одной за другой. Он совершал служение. Он не должен был сидеть в святилище. Но о Христе написано, Он однажды совершил жертву и воссел Одесную престола. Он воскликнул это слово «совершилось», потому что Он исполнил искупление наше. И Он воссел там, на престоле величия на небесах. И Он ходатайствует за нас сегодня. И поэтому мы приходим к очень важной мысли, о которой сказано в послании Колоссиным. Посмотрите, послание Колоссиным, первая глава, я читаю дальше. «И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Христос открыт в Новом Завете. И Он должен во всем иметь первенство. Имеет ли Он первенство в нашей жизни сегодня? Можем ли мы, как верующие, члены церкви, христиане, сказать, «Он в моей жизни имеет первенство»? Когда первые астронавты Америки 20 июля 1969 года вступили на Луну, президент Америки сказал такие слова, что это величайшее событие в истории человечества, когда человек вступил на Луну? На самом деле, величайшее событие в истории человечества было, когда Бог вступил на землю, когда Божий Сын Иисус Христос воплотился и пришел на нашу землю. Он открыл нам Бога. Он дал доступ, чтобы мы познали, кто есть Бог. И уверовав в Иисуса Христа, и дав Ему первенство в нашей жизни, мы имеем доступ к Богу, имея тот доступ здесь на земле и в вечности. Да благословит нас Господь, вникать в Слово Божие, смотреть в Новый Завет, чтобы понимать, кто есть Христос на страницах Писания, и чтобы ответить, кто есть Христос на страницах моей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.